17 июня суббота Сатурн становится ретроградным. Сатурн находится в водолее и вы можете посмотреть по своей натальной карте в какой дом он попадает и за какие сферы отвечает. Сатурн находится в 37.2 проработка естества в семье. Сотрудничество увеличивает достижения. Вы признаете, что прочное общество основано на личной ответственности. Учимся договариваться с семьей, беря ответственность на себя за племя и ожидаем поддержки от семьи для своих нужд. Для тех, у кого нет семьи, может быть очень конкретно серьезная проработка на тему принадлежности к полу, отрицание себя как мужчины или как женщины и поэтому я рекомендую сделать медитацию, которая будет прикреплена к этому ролику. При этом дизайн человека дает такой посыл. Пророчество – способность знать, когда грядут перемены и подготовиться к ним. Способность преподносить новые идеи другим. Одни вещи очевидны, другим можно обучиться, а некоторые передаются от наставника. В такой день велика вероятность образования групп по интересам. Это могут быть как кружки творчества, так и секты, поэтому будьте бдительны. Отстаивайте свое право. Когда проявляется истина, ложь во всех обличьях начинает рассеиваться. Выигрывать споры и вовлекаться в новые. Способность справиться с эмоциональным расстройством. Надежды на будущее мешают вам ценить настоящее. Лучше жить настоящим, чем ожидать результата в будущем и оставаться неудовлетворенным. В целом добивайтесь перемен, переживая кризисы, вернее то, что вам кажется кризисом. Берегите сердце и не пытайтесь пробудить тех, кто хочет спать. Будьте лидером, который опирается на опыт прошлого. При этом 29 лунные сутки энергетика этих лунных суток непростая. Она может очень сильно искажать то, что происходит в реальности. И очень важно в этот день как можно больше бывать на солнце, заряжаться от чистой светлой энергии, зажигать свечи, фонарики, свет дома для того, чтобы не оставаться в темноте. Потому что велика вероятность осуждения, невежества, провоцирования на конфликты. Полезно чаще мыть руки и принимать водные процедуры, чтобы смывать негативные энергии, которые в этот день могут генерироваться буквально из воздуха. Луна находится в созвездии Рахини, которая дает более позитивный посыл, но тем не менее для свадьбы такой день не подходит. Хорошо исцеляться, самосовершенствоваться, исследовать природу, наводить порядок на материальном плане, заканчивать какие-то дела. На фоне всех остальных параметров дня действительно может быть хороший день для творческой деятельности, если вам нужно, например, закончить картину, закончить песню. В 13.55 луна перейдет созвездием Ригашира, которая обладает беззаботным творческим характером, связана с общением, рекламой и торговлей. Но тут важно понимать, что на 29 лунные сутки лучше не начинать какие-то проекты, связанные с запуском рекламы, потому что они будут бесполезными. И в этот день велика вероятность поддаться какому-то обману, потому что Ригашира достаточно доверчивая. Также благоприятно заниматься исцеляющими и омолаживающими практиками. Скорее всего, это и есть самое благоприятное, чем можно заниматься сегодня. А также энергия на задор, поднятие чувства юмора и можно сходить, например, в караоке и попеть. Ригашира очень любит голос. И настрой на день я расстаюсь со своим страхом впасть в нищету. Я освобождаюсь от всего, что могло бы помешать мне жить в достатке. Я ценю и развиваю свои способности и находчивость. Я считаю себя человеком, достойным материального благополучия. Моя жизнь наполнена изобилием даров Земли. Я желаю, чтобы период ретроградного Сатурна прошел у вас легко и вы сделали правильные выводы из того, что будет происходить.